Я знаю, что вы слышали от меня много раз, читали книги или видели на кассете, что любовь в себе – самая действительная вещь, которую мы можем сделать, тогда все прекрасно происходит. Я не говорю очень славе или самоуверенности, потому что это не любовь, это всегда страх. Я говорю о том, чтобы ценить и уважать то прекрасное вероятное существование, так и мы являемся. Маленькие дети не должны учиться любить себя. Вы рождаетесь в чистой любви, каждый из вас. Нет ни одного младенца, по крайней мере, всех, кто я знаю, который когда-либо критиковал бы свое тело, или говорил «Во мне слишком толстые бедра». Вы слышали, что дети так говорили? Они просто наслаждаются тем фактом, что у них есть тело. Они радуются этому, и они любят себя. Они любят свои пальцы, все в себе. Они обожают его. Они выражают свои чувства. Если ребенок счастлив, вы знаете это. Если ребенок недоволен, даже все соседи узнают о том. Они не боятся показать окружающим, что они чувствуют. Они живут в моменте, и они наполнены храбростью. И они прекрасны. И мы все были такими же. Вы должны помнить это. Вас наполнены храбростью, любовью, обожающих себя, когда вы были детьми. А потом начинаем расти. Начинаем слушать окружающих, которые пугали, критиковали, отрицали или кричали на нас. Многие из нас росли с такими людьми. Если вы росли в семье, где критика является нормой, вы сами выросли критиком, и вы будете на все в жизни смотреть критикой. Скорее всего, вы будете критиковать себя и других. И вы и близко не будете наслаживаться жизнью, как бы могли. Если вы выросли в семье, где должны были подавлять гнев, тогда вы личность, которая задавлена гневом, либо вы все время ее прогладываете и позволяете ему быть в вашем теле. Если вы в семье, где было принято играть на чувстве вины, скорее всего, вы будете делать то же самое. Вы будете постоянно извиняться. И вы никогда ничего не просите, естественно, потому что вы всегда хотите кем-то манипулировать. Это старые семейные подарки. И очень легко бенеть родителей и детей, которые создают такую среду. Но проблема в том, что данная ситуация не меняется. Мы не освобождаемся, мы держим за свою позицию жертвы, что никому не идет на пользу. Наши проблемы остаются с нами. Но помните, теперь вы ответственны. Не важно, что сказали ваши родители или сделал кто-либо другой. Не важно, чему вы научились. Что на самом деле имеет значение, это то, что вы выбираете думать и говорить сейчас. Потому что за вас думать никто не может. И вы сами выбираете ваши мысли. Я могу говорить вам много прекрасных слов, но если вы выбираете не слушать их, это не будет работать. Так что вся ответственность на вас, вы создаете ваш мир и вашу жизнь. Я знаю, что одна из самых мощных аффирмаций, которые вы можете использовать, это «Я люблю и одобряю себя». И когда вы скажете это впервые, удивительные вещи могут начать происходить. Стоит начать делать это, все негативные сигналы выйдут на поверхность. Это прекрасно, потому что это дает нам возможность увидеть то, что у нас на пути. Если вы не слышите ваши негативные сигналы, вы не знаете, что у вас на пути. Так что если вы начнете практиковать аффирмацию «Я люблю и одобряю себя», вы должны обращать внимание на то, какие негативные сигналы появляются. Потому что они у вас на пути. И если вы обнаружите негативный сигнал, зафиксируйте его. Это же прекрасно. Вы можете думать, я нашел сокровище. Вот что стоит у меня на пути и на самом деле создает проблему. Помните, вы должны выбирать образ наших мыслей. И мы также можем выбрать, изменить наш образ мыслей. Это все наш выбор. Я бы хотел, чтобы вы взяли в руки ваши маленькие зеркала, которые вы принесли. Окей, прекрасно. Теперь скажите, можете ли вы посмотреть себе в глаза, не прихорашиваясь. Смотрите, если вы сможете это сделать. Посмотрите себе в глаза и скажите, «Я люблю тебя. Я люблю и одобряю тебя именно таким, каков ты есть». Окей, хорошо. А теперь наблюдайте, что вы чувствуете. Не осуждайте, просто наблюдайте. Какие чувства присыпаются в вас? Чувства радости? Вы чувствуете себя прекрасно? Это критика или негативность? Не выносите сурдины, просто наблюдайте за тем, что происходит. Определите негативный сигнал. Просто определите его. Вы всегда можете сказать «Спасибо, что поделилось со мной». И поймите, что негативный сигнал, который выявляет, это препятствия на вашем пути к тому, чтобы любить себя. А теперь давайте немного поделимся. Окей, скажите мне, какие негативные сигналы вы определили? Да. Страх. Кто будет расстроен, если вы полюбите себя? Я. Нет, нет, нет. Корни всегда глупы. Кто будет расстроен? Мои родители. Родители, кто именно? Хорошо, а какой семейный сигнал? Всегда критикующий, осуждающий. Понятно, всегда критикующая, негодующая семья. И страх. И страх. О, Боже, вы собрали все вместе. Это означает, что вам предстоит немного больше работы. Я искренне думаю, что некоторые из нас очень молодые души. Мы сюда приходим как в детский сад. Жизнь очень проста. А некоторые из нас гораздо более старшие души. И приходят под экзамены посложнее сдавать, как средняя школа. Но вы знаете, вы справитесь. Это то, что вы выбрали, под посложнее. Видите, я убеждена, что основная наша задача, чтобы научиться любить себя. Несмотря на то, что думают или делают другие. Вот что нам нужно сделать. Итак, у вас есть критика, осуждение, страх. Наверное, еще немного вины, да? Я думаю, что мы всегда можем вырваться из родительских ограничений. У них ограниченный взгляд на жизнь. А вы были очень хорошим ребенком. Так что вы учили все, чему они вас учили. Многие думают, что они плохие, недостаточно хорошие. Но на самом деле, мы идеально прекрасные, любящие маленькие дети. И мы в точности учим то, чему у нас родители учатся. Не всегда то, что они говорят нам делать. Но мы учимся их поведению. И вырастаем и делаем то же самое. Озвучка произведена Silent Circle. Продолжение следует...